Слава Богу, друзья! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Приветствую всех из города Киева, с парка Киота. Приветствую всех именем Господнем. Сегодня 24 июля, и я собираюсь проводить семинар с 15.00. Сегодня на утренней молитве, нет, сразу после утренней молитвы как раз я это и объявил в социальных сетях, опубликовал, да, информацию, вот, и в блоге своем также опубликовал информацию. 24 июля. Сейчас я возьму здесь свои гаджеты. Вот, почему сегодня решил этот семинар проводить? Дело в том, что сегодня 24 июля, по новому стилю, да, гражданскому календарю. Сегодня, наверное, многие знают, значит, православные, ну, воцерковленные люди православные знают точно, день княгини Ольги, воспоминания этой княжны, которая здесь, киевская, была княжной, княгиния, которая приняла христианство и которая, в общем-то, слава Богу, она избежала такого искушения, в то время очень популярного, очень такого распространенного искушения крестить своих подданных. Знаете ли, как вот сделал, к сожалению, ее внук Владимир? Вот, к сожалению, вот он пошел в этом плане не в бабушку совершенно, абсолютно не в бабушку. И жаль, конечно, потому что Ольга была, в отличие от своего внука, действительно, ну, другим человеком, верующей женщиной. По всей вероятности, действительно, она пережила то, что в Библии называют, вот, рождением новым, рождением свыше, рождением от Бога, духовным таким перерождением, потому что, знаете ли, ее дальнейшая жизнь, она об этом свидетельствует. И, конечно, самое главное свидетельство для сильных века сего, как бы, да, для богатой, влиятельной женщины, которая была, по сути, держала, вот, Русь Киевскую. В общем-то, да, достаточно вспомнить она, как она до того расправлялась там, значит, со своими там оппонентами. Ну, в общем-то, женщина довольно властная такая, правительница такая, правительница именно, конечно, самодержавная правительница, будем так говорить. Вот, и у нее были все рычаги власти и все возможности, и она могла бы даже, кстати, меньшей кровью, чем Владимир, крестить Русь, потому что, ну, она была, в общем-то, авторитарная женщина. Но, знаете, Ольга, слава богу, княгиня, она не пошла на это, она не пошла на, значит, на подобное, на что шли в ее время. Ну, так или иначе, ну, да все, наверное, князья, княгини, цари, царицы того периода времени. Искушение очень сильное, конечно, потому что сама приняла христианство, допустим, и могла крестить. Но, слава богу, что она уразумела то, что доброходно дающего любит Господь, то, что в вопросах веры не может быть принуждения, насилия. Но это не понимал абсолютно, к сожалению, князь Владимир. Владимир, прозванный Красным Солнышком, ну, это Владимир, тот самый несчастный князь, который стал палачом своего же народа. Вот, и, к сожалению, да, в календаре, кстати, отмечено тоже, вот, я сейчас почитаю об Ольге, княгине. Вот. Вот, а 28-е уже июля, по календарю, по календарю, если брать православному, 24-е июля это княгиня Ольга, а уже 28-го июля, через несколько дней, это будет память князя Владимира. Кстати, память княгини Ольги есть в нашем календаре реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Княгине Ольги имя обозначено, вот, потому что, ну, ее жизнь, во многом, ну, действительно, с нее можно брать пример. Потому что святые, вот, обозначенные в календаре, имена разных христиан обозначены в календаре, не для молитвы им, конечно. У нас в нашем реформаторском евангельском православном календаре мы не молимся кому-то еще, вообще кому-то, помимо Господа. И, значит, имена эти обозначены как пример для подражания, как имена. Действительно, как написано у Павла, помните? Подражайте вере их. Подражайте вере их. А дальше написано, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Да, взирая на кончину их жизни, тех, кто проповедовал Слово Господне, да. Тех, кто действительно, ну, Божье Слово нес. Да, значит, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А дальше написано, Иисус Христос вчера, сегодня, владейки тот же. Поэтому, что касается календаря, сразу проясню. В отличие от традиционного, традиционализма такого православного, к сожалению, канонические православные церкви, неканонические, второканонические, разные православные церкви, их очень много. И в Украине, и вообще по белу свету сегодня. Но, к сожалению, наша юрисдикция такой неканонической православной церкви, к сожалению, единственная из всех канонических, неканонических, где мы молимся только лишь к Богу. То есть не молимся ни ангелам, кстати, там опять-таки будет по днях тоже память ангелов в календаре православном Гавриила, архангела и собора его. Но, опять-таки, знаете, не умершим святым никому, ибо един Бог, написан в Библии, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. И об Иисусе Христе говорится как о единственном первосвященнике, ходатай Нового Завета. Слава Богу за это. В семинарах лекций своих я об этом подробно рассказываю, и сегодня даст Бог в семинаре тоже. Я раскрою некоторым образом эту тему, потому что главной темой этого семинара является все-таки именно свобода от религиозного культизма. Кстати, многобожие действительно являются одной из форм религиозного культизма и мракобесия, религиозного заблуждения. Об этом я рассказываю. Да, уже больше 30 лет несу служение православного церковнослужителя, священнослужителя. И знаете ли, последних 20 лет уже несу как реформатор, как обновленческий такой архиепископ, священнослужитель, архиепископ. Значит, сейчас являюсь реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Вот, и прошу ваших молитв, друзья, дамы и господа. Так вот, и с чего я начинался вот? Что, сегодня буду семинар проводить, да? И сегодня по календарю обычно православные знают, что книги не логи. Но, также сегодня в календаре, даже перед Ольгой, обозначено следующее. Воспоминание чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, им же православию утвердится. Вот, и, значит, и дальше информация такая. Святая великомученица Ефимия, сведения о ней помещены 16 сентября. То есть, когда память, да, еще. Совершила мученический подвиг в городе Халкидоне в 304 году. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом. Значит, да, как раз под занавес уже этих Диоклетиановских гонений, когда самые обуживались очень серьезные гонения. Да, казалось бы, значит, ну, да, мученица, мученица, в сентябре у нее, вот, как бы, память ее. Хорошо все, но это пример для подражания. Девушка была верующая, девушка была верующая, девушка была, держалась сестра наша за Господа Иисуса Христа. Вот, ревностно служила ему, и за веру во Христа была преди Диоклетяне репрессирована, да, была казнена. Казалось бы, все хорошо, но вот нет. В 451 году в городе Халкидоне, в церкви, где почитали, почивали, простите, прославленные чудесами мощи святой великолучницы Ефимии, короче, дальше уже идет религиозная мракобесия. Вот об этом я, как раз, и собираюсь тоже говорить. Дело в том, что гроб с телом этой великомученицы, этой девушки, нашей сестры, за Христа замученной, его открыли, значит, тело было, будем так говорить, нетленно окоченевшее, да, значит, в условиях, там, этой Халкидонской пустыни, засохшая такая была. Значит, и ей положили в гроб, значит, рукописание о доктринах, будем так говорить, о которых спорили, кстати, на том Халкидонском соборе разбирали. Ну, как раз время такое было неспокойное, монашество взяло власть в свои руки на Третьем Вселенском соборе за 20 лет до того. Вот, и начались эти монофизистства, монофилистства и прочая-прочая ерунда. В общем-то, знаете, вот эти рукописания с вероопределениями, вероучениями были положены в гроб этой великомученицы, потом гроб был закрыт, молились, Боже помилуй, люди, называя себя христианами, молились не Господу, молились этой мученице, этой девушке. И при чем здесь Ефимия? При чем здесь молитесь Богу? И при чем здесь гроб? Зачем эти манипуляции с останками человеческими делать? Но, друзья, собственно, этот собор, он открыл ящик Пандоры. Если, значит, предыдущий собор, Третий Вселенский в Эфесе за 20 лет до того, в 431 году, открыл ящик Пандоры, в смысле многобожию дал зеленый свет, то этот собор Халкидонский 451 года, он дал зеленый свет религиозному оккультизму. То есть, по сути, вот это событие, вот именно эта дата, вот 24 июля, можно обозначить как день начала религиозного оккультизма, де юре, в христианской церкви, в историческом христианстве. Де-факто оно было еще и раньше, среди монашества оно распространялось, и, в общем-то, среди близких к монашеству священнослужителей, как бы, в этих кругах, мирян и священнослужители близких к монашеству, подобные ереси уже распространялись. Достаточно вспомнить, значит, разговор, спор, да, значит, на этом, на Кипре, на Кипре. Епифаний Кипрский, это самый конец 4-го столетия. Это, получается, лет за 60 до вот этих событий еще. Лет за 60, да, дамы и господа, братья и сестры. Епифаний Кипрский, он как раз и разоблачил, вот так называемый, культ Богородицы, и, в общем, многобожие, и идолопоклонство, как таковое. Герой веры, молодец. Кстати, он официально святой в православной церкви, в католической традиции он святой, но, к сожалению, ему молятся, к сожалению, это вообще вопиюще, конечно, ужасно, но то, чему он учил, что он говорил, это бросается просто в сторону, отбрасывается. Но, к сожалению, это так. Но пришло время реформации. Так вот, и Епифаний Кипрский, он уничтожил изображение Христа в городе Анаблате, значит, и у себя. И плюс еще вот этим монахам, паломникам, будем так говорить, или как их назвать, странникам, он сказал следующее. И, кстати, гостям из Африки, из Эфиопии, значит, какая-то страна еще забыла. Ну, одним словом, из Эфиопии, из Египта, Судан, нынешний Судан, сейчас Судан разделился на два государства, но, в принципе, вот вся эта территория. Так вот, и оттуда монахи пребывали, на Кипр, значит, и вообще, значит, на Восток, по Востоку. Они уже распространяли свои пагубные ереси. Всевозможный спиритизм, оккультизм, и всякую антисанитарию свою, и всякая религиозная мракобесия. Так вот, и достойный отпор дал муж Божий, Епифаний Кипрский, этим, значит, негодным людям. Он сказал так, что ее Марию должна почитать, уважать, но никто не должен молиться к ней. Действительно, молиться ей, молиться Марии, как вот впоследствии стали самого Ефесского собора, называть ее Пресвятой, Пресвятой, вообще, Высшей Святой, да, называть ее Богородицей, называть ее, значит, Царицей Небесной, там, называть ее как-то еще вообще, то есть, ну, это вообще верх мракобесия, конечно, и называть, и молиться к ней Спаси нас, Пресвятая Богородица, Спаси нас, моли Бога нас, Спаси нас даже. Вот только лишь в православной церковной такой религиозной традиции, только лишь к Богу обращение Спаси нас и Богородица Спаси нас. Вот, ну, это подобный оккультизм религиозный я разоблачаю уже больше 20 лет, вот, сам вышел из этого мракобесия, вот, и, как говорите, познайте истину, и истина сделает вас свободными, и ересь необходимо и разоблачать, об этом Слово Божие говорит. Так вот, дамы и господа, сегодняшняя дата, начало де юре, многобожие, даже не многобожие, именно оккультизма, именно религиозного оккультизма, потому что многобожие все-таки лет за 20 до того уже юридически уже было оформлено, по сути, да, на Соборе Третьем Вселенском, поэтому на Четвертом Вселенском, этом на Халкидонском уже молились отцы смело к Ефимии, и, получается, ко всяким святым они молились уже, то есть лиха беда начала. Если на Ефесском Соборе шла речь о Марии и 11 апостолах, казалось бы, ну, 13 дополнительных посредников к Богу, то через 20 лет молились уже Ефимии и кому только не молились. Вот, так что, да, и сегодня тысячи и тысячи святых канонизированных, но если бы к ним отношение было бы нормальное, евангельское, так нет же. Такое оккультное, религиозное, и им молятся. Я сам в своей практике религиозной раньше был очень сильно оккультным, зависимым от оккультизма религиозного. Я молился к Богородице, молился ко святым с начала 88-го года. Это стало у меня обычным моим явлением, обычным моим состоянием духа, а особенно с 91-го года. Будучи священником уже, я полностью погрузился, значит, в путь Богородицы и святых, мощей, и эти паломничества, эти целования мощей, и, значит, молитвы за упокой. Я жил просто этим. И по милости Господней, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, Он меня спас в 96-м году от этого мракобесия, вытащил меня из этого рва погибели. Сеть расторнута, и мы избавились. Аминь. Аллируя. И вот, дамы и господа, это слово такое перед семинаром получается. Вот. Хочу просить ваших молитв. Вот. Спасибо огромное всем, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении, в моих поездках просветительских таких, евангельских. И благодаря вам я имею возможность дальше служить Господу. Бог использует вас, ваши молитвы, ваши финансы, чтобы благоставлять мое служение дальше. И поддерживать мое служение. Слава Господу. Так что, друзья, благоставляю всех вас. Вот. И сегодня добро пожаловать на семинар. Подключайтесь. Каждая часть, каждая из четырех частей будет по 35-40 минут. Вот. Начиная с 15.00 по киевскому времени. 15.00, 16.00, 17.00 и 18.00 по киевскому времени. Подключайтесь. Кто не успеет, то тогда или не сможет по каким-то причинам, то тогда уже в записи потом посмотрите уже. Эти семинары. Благоставляю всех вас, братья и сестрички, дорогие друзья нашего Небесного Отца. Благоставением благоставляю всех вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. 24-е, запомнили, да, уже июля 2018 года. И молитва именно в духовном плане, чтобы именно вот с этой даты, когда вот это многобожие, это и уже в такой форме, извращенной форме религиозного культизма. Именно религиозный культизм начался уже до юры в церкви. Пусть и с сегодняшнего дня, пусть с этой даты, с этого семинара, пусть всякий религиозный культизм падет во имя Иисуса Христа в сознании миллионов и миллионов людей. Ведь действительно миллионы и миллионы христиан, обманутые многовековой религиозной ложной пропагандой, по-прежнему находятся в этой кабале. Даже далеко ходить не надо, здесь же в Киеве, пожалуйста, Печерская лавра, в каждом храме фактически мощи, религиозный культизм просто на высшем уровне. Знаете ли, некоторые говорят, вот там в Африке, вот там бесы, так бесы. Ой, здесь те же самые бесы и хрены редкие не слаще. И общение с бесами, хоть в Африке, хоть в Украине, приносит такие же горькие плоды. Но наше общение должно быть с Духом Святым, и оно и есть с Божьим Святым Духом. Поэтому в семинаре «Свобода от религиозного культизма», ну, в таком расширенном, когда я провожу такие расширенные семинары, кстати, если у вас есть библейская школа или община, церковь ваша готова принять меня как именно спикера, привезти такой семинар, приглашайте. Я служу и в баптистских церквях, и харизматических, и пейсятических, и адвентистских, и лютеранских, кальвинистских, методистских, каких еще там, католических, таких харизматических, очень редко. Еще реже в православных церквях, таких тоже таких, или харизматик, или таких продвинутых в православных церквях. В основном в протестантских церквях, потому что мои братья православные считают меня, канонически особенно, да и многие неканонически тоже считают меня еретиком, отступником, таким, значит, сектантом. Но, знаете, мало ли кто как нас называет. Самое главное, что Господь нас называет своими детьми, меня называет своим сыном, и я очень Богу благодарен за это. Так что, братья и сестры, мир всем вам, шалом, благоставляю всех вас. Аллилуйя.